напомню что эта программа открытый диалог сегодня у нас в студии михаил петрович иванов заместитель начальника люберецкого территориального управления московской областной противопожарно-спасательные службы как дрыч новый год тут столько мне кажется приятного столько замечательного но наверное спасатели для вашей службы это одно из самых сложных времен года да так и понимаю какие самые главные опасности были в этом году где все-таки люди по-прежнему сколько ни говори они все равно все заканчивается травматизмом ну вот я вам скажу что как раз почему-то ну не почему-то такая это принято президентом российской федерации праздник день спасателя и как раз начинается перед новым годом да 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 вот мы как бы плавно встречая праздник день спасателя мы как бы плавно вступаем и готовимся к праздникам новый год и рождество я между что для нас это наоборот усиленный режим режим работы вот полностью усиление но вот как скажем так не странно этот год у нас вернее вот эти новогодние праздники большие да по 9 включительно ну прошли более или менее как бы успешно успешно было мало вызов было общем-то мало не будет лучше бы их вообще не было конечно как у нас привык говорить владимир петрович вам горит хорошо как вернее когда о вас никто не помнит когда не вспоминает тогда только вспоминает значит а ну какая-то беда надо было естественно это нужно оказание помощи до наши спасатели я хотел сказать что в прошлом году значит они выезжали за год 1458 раз это вот октябрьская часть наша значит спасено 472 человека за год 550 человек оказана помощь оказана помощь вот в этом плане я хотел бы тоже сказать по что у нас буквально на день спасателя было открытие нового пожарного депо но в поселке октябрьском куда у нас перебазировались и спасатели вот значит это благодаря и программе губернатора пожарная безопасность мы и усилием главы администрации любериц ружицкого владимир петрович это однозначно то что за последние 10 лет построено три новых пожарных депо и мы как бы пожарную составляющую вот усилили усилили у нас по и появились наряду с штатными мероприятиями которые у нас были прошлом году скажем так оптимизации да и тем не менее мы получили еще и еще одно спасательное подразделение вот который у нас сейчас находится в малаховке поэтому эти эти у нас это северная часть малаховки при которой развивается да то есть и к ну корско у нас раньше получилась а ведь этот регион район скажем так городского округа он был абсолютно не защищен скажем так пожарными и спасателям вот строятся новые микрорайоны и поэтому ну хорошо мы того усилили давайте тогда поговорим о наверняка у вас есть какие-то воспоминания о прошедшем прошедшем 2021 годе и наверняка есть какие-то истории вот начнем с пожаров да потому что все таки у вас противопожарно спасательная служба да надеюсь что наши а телезрители знают что такое пожарные что такое пожарных что две большие разницы вот скажите пожалуйста много пожаров был и что почему они возникают на сегодняшний день ну прежде всего кстати это вот зимний период он характерен тем что понятно все включают обогреватели особенно те которые у нас здесь есть и кроме многоэтажек и который за 22 этажа и более есть снт на территории городского округа вот в основном пожар вот этих час частного сектора тоже через частных домов ну и есть у нас и в тамилино и в октябрьском и в малаховке частный сектор вот поэтому зачастую зимний период конечно вот скажем так несчастье в дом приходит это вот опять же благодаря беспечности да возможно там невозможно электропроводка устаревшие там замыкание какой-то там ну и так далее ну разные разные факторы на это влияет отопительный период к вода люди отопитель дровами отопительный сезон да да вот у нас все вот эти вот скажем так ну там и гибель людей все вот она приходит сезона да то у нас там начинается тонкий лед осенью до рыбаки ходом до рыбаки просто люди кто-то вот опять же вот эти горки иногда катаются были случаи когда тонкий лед и спуск на озеро ну думаю что лед нормальный получается что он пробивает этот тонкий лед и плавали потом да и потом спазм его спасаем если если как бы находимся рядом или находится кто-то взрослая вот конечно мы проводим профилактические мероприятия и по пожарной безопасности среди населения и в снт например направлена постоянно наша работа значит и выступаем в школах на занятиях и детям объясняем а и понимать то что одно дело рассказывать надо же их как-то убедить ну вот я скажу что мы какая схема работ мы проводим вот я вам скажу допустим мы проводим обязательно день открытых дверей у себя в пожарной части как это допустим и в первого сентября ну и в начале сентября приглашаем детишек кто пошел там в первый класс учителя и учителя и директора школы обязательно отзываются и с удовольствием значит и приходят нам в гости и у многих этих детишек прям горят скажем так глаза видят пожарную технику такую кто-то потом и пожарным здания кто-то из них потом становится пожарным и такие случаи у нас есть и были вот кто-то кто-то уже взрослый более взрослые там 15-16 лет мы даже их награждали это было красково и значит они там участвовали тоже в тушении пожара когда начинается там пал травы и как раз вот допустим в переходе апрель-май перед наступлением скажем так лето вот потом начинается летом сезон это купая купание купания вот поэтому мы всегда как бы ну на чеку в этом плане хорошо подготовлены и в этом плане работы мы знаем что есть проходят всевозможные мероприятия там по гражданской обороне до детей и студентов тоже учат есть определенные уроки и да даже можно назвать мастер-классы и так далее но мы знаем даже что висит огнетушитель но я уверен что до сих пор не каждый знает как им пользоваться вот почему люди так беспечно знаете вот когда сейчас человек самолете летит возле запасного выхода ему 4 говорит бортпроводник он головой машет машет но непонятно как он будет реагировать до в этой ситуации почему человек так беспечно настроен почему он не хочет заранее изучить как работает огнетушитель и как все-таки его убедить в этом только наверно примерами из жизни ну я вам скажу что это припину вписано скажем так в обязанности не только нас как спасатели там как пожарных да но это вписано в обязанности скажем так администрации школ детских садов там и так далее я вам скажу что мы обязательно есть объектовые тренировки и они обязательно проводятся и спасибо там директора заведующие детских садов приглашают нас на эти вот и на открытые уроки и на занятия по эвакуации людей и на занятия с администрацией в каждом принципе в каждой организации в нормальной должно быть там пожарное звено назначаться там ежедневно эти люди должны быть обучены там а вот эти вот надпись ответственная за противопожарное станет должны быть настоящими настоящие они просто какой-то потому что ну как бы мы тоже у нас есть как бы отдел по надзорной деятельности и ну отдельно да и они вот отдельно ходят и проверять каждый объект а не только самые страшные проверки которых все тогда любят проверки да вот но я водя на проверять это у нас специально если вот инспектора инспектора которые специально этим занимаются и как бы они даже дают решение допуск на перед началом школ занятий ну и на них лежит ответственность или они что-то не ну естественно сколько случаев мы знаем там всегда зимняя вишня все за надо да 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 в общем то ну люди получили определенные там сроки ну я миду ну а опять же в большой степени это обеспеченность ну руководителей руководителей пользователей того объекта который хорошо но вот на сегодняшний день как вы оцениваете вы нас можете сказать порадовали что здесь по крайней мере этот новый год прошел более-менее спокойно буду надеяться что и крещенские купания пройдут тоже спокойно объекты на территории вот городской округ люберцы за которые вы ответственны они все в общем то более менее соответствует противопожарному я имею ввиду не частные а юридические противопожарные нормам противопожарной безопасности ну в общем то я скажу что абсолютно но практически сто процентов проверяется указывается на недостаток указаны недостатки до этом это раз в три года там вот но если там некоторые или появляются новые там какие-то юридические лица или там частные лица вот конечно как бы у многих на этой совести но есть как бы моменты когда мы можем проверять только по разрешению прокурора допустим да или там почти то жало или там еще что то есть мы иногда мы эти три года тоже не можем в каждое предприятие как бы но понятно быть там постоянно а если например человек который работает на этом предприятии или просто я не знаю чек пришедших условно в какой-то торговый центр увидела что-то то что мы знаем что к сожалению тоже такой небезопасный объект не только в нашей стране но вообще в мире до увидел что-то где там искрит или какие-то проблемы или течет что-то в общем какая-то проблема куда ему можно сегодня обратиться традиционный телефон там 001 или 112 но первых его телефон 112 изначально я скажу что если человек это увидел да то мгновенная будет реакция может быть не заметил там служба рядом на культ служба безопасности есть администрация буквально нужно срочно сообщить потому что пока ты выйдешь или будешь там куда-то писать может случиться для заявки в отдел надзывной то уже будет поздно как бы всем остальным поэтому конечно каждый увидевший человек ну должен немедленно сообщить но администрация которая там находится я такой вопрос может быть неожиданной в какой-то степени но тем не менее а бывают уже вызовы сократилось их число ну я вам не желаю это проблема и однозначно бывает так и бывает столько звонков и бывают разные люди и приходится как бы с ними тоже работа работать да и сейчас в общем то в основном все звонки и вызовы идут через 112 через нашу единую дежурную дежурную нашу нашего любитского городского округа вот поэтому ну как бы мы мы сначала реагируем как вообще поступил звонок мы не имеем права манеж мы реагируем но потом приезжаем там ничего нет ложный ложный вызов к а это время вот это бензин все нас и естественно да это как бы на нас ну пытаемся как бы искать какие-то решать это пробежали решать хорошо вопросы но и последний вопрос ваш коллектив кто сегодня работает ваша организация что это за люди это же люди то непростые ну я вам скажу первое что вот многие все имя там короткое название мосу был пошпас но мы губернаторская служба созданы губернатором я вам скажу что по московской области это восемь тысяч человек восемь тысяч человек это практически наши подразделения целая армия находится в каждом городе но московской область в общем то она даже не маленькая и после 2010 года после пожаров насколько вы знаете у нас была обновлена пожарная техника спасательная техника вот вот как раз была принята программа по обновлению и по строительству новых пожарных депо по усилению подразделений вот и в наших рядах работают люди вот и пожарные то это ну сильные люди у нас был в гостях заместитель начальника люберецкого территориального управления московской областной противопожарно-спасательной службы михаил петрович иванов всем доброго спасибо и вот я когда я хотел бы извиняюсь хотел бы еще раз обратиться ко всем зрителям и гостям нашего городского округа которые будут с восемнадцатого на девятнадцатая образовались купаться до участвовать в крещенских купаниях поэтому всех приглашаю значит порядок порядок что для этого необходимо все будет во всех средствах во всех средствах информации будет эта информация не будущее как бы об этом повторяться поэтому всем удачи берегите себя и своих близких и с новым годом по-прежнему это была программа открытый диалог с вами был николай пененко до свидания